В эфире новости на телеканале «Север» с вами в студии Илья Сахаров. Дмитрий Медведев поручил организовать безопасный отдых детей. Следуя поручению председателя правительства, за ситуацией с детским отдыхом будут следить Минтруд, Минздрав, Минтранс, Минобранауки, МВД, МЧС и Роспотребнадзор вместе с регионами. В мониторинг ситуации, в частности, будут входить вопросы обеспечения организации медицинскими кадрами, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления. При этом высшим должностным лицам российских регионов вменяется в обязанность не только обеспечить контроль за безопасностью отдыха, но и, например, наладить информирование других регионов о том, что к ним направляются дети на отдых, а также усилить внимание к продуктам питания детей. Напомню, контроль за летним отдыхом детей наряду с Министерством труда, Минздравом, Минтрансом, Министерством образования и науки, МВД, МЧС и Роспотребнадзором будут осуществлять и регионы. Как он осуществляется со стороны Ненецкого округа, мы поговорим с гостем в студии, директором отделения социальной защиты округа Ольгой Егоровой. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Первая группа детей из нашего округа уже отправилась на летний отдых. Вы тоже выезжали с ними. Расскажите, пожалуйста, в каких условиях проживают наши дети? Действительно, 2 июня первая группа детей вылетела в город Железноводск. Я с ними тоже вылетала, посмотрела, где действительно детки у нас размещены. Это двух-, трехместные и пятиместные размещения детей. Санитарная комната в очень хорошем состоянии, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Была проверена столовая, очень чистая, с высокими потолками. Разработано диетическое пятиразовое меню, куда ежедневно включены фрукты, овощи, помидоры, огурцы, свекла, капусты. Это ежедневно. Из фруктов детям предлагают пока стандартные, потому что происходит адаптация детей. Все-таки дети приехали с севера. Кавказ – это у нас один из южных районов, поэтому 5 дней пока идет на адаптацию. Поэтому это яблоки, груши, бананы. То есть такое меню. Скажите, пожалуйста, какая же программа оздоровительная, культурная, развлекательная? Согласно медицинским показаниям детей, которые при выезде оформляли санаторно-курортные карты, на следующий день после приезда были осмотрены врачом каждый ребенок, кто не успел, потому что группа заездов у нас большая, были осмотрены на следующий день. И назначены индивидуальные курсы лечения. В основном это ЛФК, ингаляции, минеральная вода назначена каждая. Бюветы находятся у нас прямо на территории санатория. Санатория доступна. Да-да-да, они ходят, когда погода позволяет. Сейчас пока, к сожалению, никак не может настроиться погода. В связи с этим приходится и мероприятие развлекательное менять. Походу уже. А сами-то как вы оцениваете отдых наших детей? Подводит пока, на наш взгляд, только пока погода. Потому что дети никуда не могут выйти. Вот такая сырость, влажность. А настроение вообще? Все довольны? Ну вот мы сегодня разговаривали с детьми, сопровождающими. Первое время детки скучали, но сейчас как-то адаптировались уже. Вечером вчера проводилась дискотека. Вчера-сегодня представлено шоу «Музыкальные пузыри». Ансамбль приглашали вчера, исток.